Иногда бывает сложно, когда на стол попадает несколько джокеров. «Было странно есть с людьми, которых ты не знаешь. Первый раз я ощутила хоть какую-то связь во время игры в покер». Университет западного Мичигана решил изучить, как взаимодействуют люди разных поколений. Трёх студенток, выпускниц отделения реабилитационной терапии, отправили жить в дом престарелых в американском городе Гранд Рапец. «Цель – убрать стереотипы о старении». Для коллетт переломной была игра в карты. Именно тогда у 22-летней девушки завязалась дружба с 87-летним Дэвидом. «Мне она понравилась, очень хорошая девушка». Студентки уже пробыли в доме престарелых треть отведённого им срока в 19 месяцев. «Эти люди не просто мои соседи, они мои друзья, моя семья. На это потребовалось время. Сначала было сложно, но то, к чему мы пришли, это удивительно». А в штате Огайо завязалась даже международная дружба. Студенты музыкального института Кливленда тоже решили пожить в доме престарелых. «Для меня это была возможность использовать музыку, чтобы стать частью сообщества, получить интересные впечатления». Тиффани недавно устроилась на работу в Чили. До этого три года жила в доме престарелых. Там исполняла музыку. И разделила не одно застолье со своей соседкой Лаурой Берек. «Лаура заняла важное место в моей жизни». В Кливленде эта программа не связана с научными исследованиями. Её цель – поставить мост над пропастью, разделяющий два поколения. «Когда здесь появились молодые люди, жизнь снова обрела смысл». Тем временем исследователи в западном Мичигане надеются, что к тому времени, когда студентки покинут дом престарелых, полученные знания помогут установить более эффективную взаимосвязь между молодыми и пожилыми. Но уже удалось выяснить, что и раздавая карты, и нарезая хлеб, люди разных поколений могут найти общий язык.